Здравствуйте! В эфире программа «Содержание» на радиостанции «Финам-ФМ» 99,6. И у меня ее ведущего Александра Лепницкого. Сегодня в гостях мой коллега Михаил Козырев, ведущий программы «Миша Нина» на радио «Серебряный дождь» и ведущий на телеканале «Дождь». Миша, здравствуй! Привет! Привет всем слушателям! Спасибо, что пригласили. Это тот самый случай, когда название моей программы «Содержание» абсолютно адекватно к гостю. Миша меня всегда восхищал тем, что он вносил в нашу музыкальную жизнь какое-то свое содержание. И поэтому я хочу начать с самого раннего периода, когда ты начал этим заниматься в 90-е годы. Было ли у тебя ощущение, что после распада Советского Союза надо придумывать что-то новое в музыке? Ну, конечно, по прошествии времени может такая иллюзия и складываться. На самом деле, конечно, ты двигаешься по какой-то траектории без какого-то такого сверхплана и желания того, чтобы что-то переменить. Я всегда руководствовался простым постулатом, что если ты не можешь переменить весь мир, то переменяй что-нибудь вокруг себя. И там ищи состояние, в котором тебе комфортно, и изменяй мир в связи с этим состоянием. Я влюбился в радио, ну, если не считать времена Советского Союза, где у меня был приемник Ригонда, и на котором я слушал в основном белый шум по FM-диапазону. Но все-таки у КВ где-то что-то проскальзывало. То я, конечно, когда попал в Америку и учился там в колледже, меня прямо ушибло вообще. То есть в Лос-Анджелесе в этот момент торжествовала радиостанция Кей-Рок, которая, собственно, открыла Америке Грандж. То есть, несмотря на то, что основная масса, основной питательный бульон был в Сиэтле, на севере страны, то Лос-Анджелес первый такой был скальпелем надрез, когда вдруг Нирвана, Саундгарден, Элисон Чейнс, там, Бэк, и все вылились просто вот на просторы FM-эфира. Я слушал их взахлеб и вообще офигевал от того, что такое радио может быть. Причем там еще такая невероятно классная манера общения была со слушателями, которая меня покорила просто на всю жизнь. Они не делали вот этих вот из серии «Сегодня замечательный день в Лос-Анджелесе плюс 39, и где бы вы ни находились, сейчас для вас прозвучит приятная песня». Это были такие крутые чуваки. У них еще прозвища были такие, там, Джед the Fish, или там, что-то там, Саймон Лайон, ну вот какие-то такие. Они говорили, ну что там, как, сейчас поставлю один трек, мне вчера чувак ночью показал, вроде клевая группа, но судите сами, я вам ничего навязывать не буду. И после этого... То есть это была манера из серии, вот я с этим человеком вчера вечером расстался, сегодня просто он говорит из динамика, а я его слушаю. А потом вечером мы снова встретимся где-нибудь в клубе. Это была манера из серии «Мы с тобой одной группы крови». И люди, которые слушали эту станцию, они узнавали себя там, где бы они ни были, просто по облику, по какому-то антуражу. И вот я во всех радиостанциях, которые я делал, я все время пытался достичь какого-то вот такого же ощущения. Ну а потом мне пришлось... Ну то есть я там делал первую радиопередачу свою собственную, которую я пришел на College Radio, на KSPC 88.7 FM в Помоне. И сказал, у меня очень большая коллекция виниловых пластинок, а там вот все то, что в 80-е годы в Советском Союзе начали печатать на виниле. То есть, собственно, там первый альбом «Браво», значит, альбом «Странные игры» с глазами овчарки. Ты не поленился, привез все это в Америку, да? Я прям сумку взял с собой и притаранил туда. Вот, и говорю, у меня куча русских пластинок. А ведь вроде к тому моменту уже интерес к Советскому Союзу спал, нет? Нет, это было очень заметно и ощутимо. То есть, только прошли вот эти два, там, две попытки государственного переворота в 1991-1993 году. Это как раз вот те годы, которые я там был. И поэтому звонки, которые были у меня на программе, были из серии того, что объясните, что происходит, да? Кто такой, там, Ельцин? Или что это такое? Жирьеневский. Что это? С чем это едят? Как это воспринимать? А я там, я вечером, там, я звонил родителям в Екатеринбург и спрашивал, что происходит. Они мне рассказывали какие-то вещи, которые по телевизору не увидишь. Интернета же не было вообще. Вот, и я, соответственно, по утрам в пятницу выдавал это вот в эфир, как ощущение прямо оттуда, из сердца страны. Это было невероятно круто. Вот, и, там, давал песню, я не знаю, там, «Верю я». Вот, и у меня вот эта любовь, которая меня там накрыла с головой, она так долгое время, надолго и осталась. Судя по всему, вот навсегда уже. Ну, в 90-х уже в России, а не в Советском Союзе. Там же я, кстати, извини, пожалуйста, познакомился с Васей Шумовым, говоря о названии и содержании. Первый раз мы с Васей ели чуть ли не на Санкт-Булеваре в какой-то закусочной. То есть для меня было вообще просто, я встречаюсь с живой легендой, этот альбом группы «Центр» мною был затерт вообще до отказа. Просто я вот так, там мы с ним познакомились. То есть, в общем, конечно, по сравнению с вашим знакомством это ничего, но в 25 лет уже как-то так, в общем, вблизи. Интересно, а ты «Центр» давал на «Радио Максимум»? Да, да, да. Там какие-то записи Васьки в 90-х. Да, Алексеев, потом, конечно, «Навсегда», все это «Навсегда», потом… Ну, это старые песни. Да, 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 но нет, вот то, что он делал в тот момент, когда он был в Лос-Анджелесе, оно до эфира, конечно, не доходило, потому что там было сложно выудить, ну, что-то, какую-то такую вот там сильную вменяемую композицию, которая могла зацепить людей. Хитов, да, тогда он не писал. Слушай, ну вот на «Радио Максимум» ты уже начал реализовывать вот эту энергию, которую ты почерпнул в Лос-Анджелесе, да, на колледж радио? Да, была благодатная для этого почва, потому что там же, собственно, ситуация-то такая была, станция была раз-два и обчелся, и был лидер такой «Европа плюс», которая представляла там из себя абсолютный, как Кис-ФМ во всем мире, такой абсолютный коктейль из массовой поп-музыки. И мы думали, как, с какой стороны зайти, как обозначиться, и поняли, что если там «Европа плюс», главный конкурент, это массово, типа, удобоваримая такая жвачка для всех, то мы должны быть крутыми. Нас нужно круто, вот если ты слушаешь «Максимум», это круто прямо. А там такие иконы этого периода были, чтобы ты был крутым, нужно было ходить в клуб «Титаник», читать журнал «Ом» и слушать «Максимум», такие три кита. Да, вот, и одно из радикальных предложений, которое я осуществил, и как-то мне даже никто и не возражал, было то, что в эфир, ведь что господствовало в «Европе плюс» там? Алена Свиридова, Дима Маликов, там, из наших, да, вот взять пласт музыки, которая вообще в FM-диапазоне не звучала. То есть она звучала только, по-моему, где-то там на Радио Рокс, например, или на 101, на преснопамятной станции такой вот, которая была прекрасной, но не популярной, к сожалению. То есть очень небольшое количество людей слушало. И вот я там в первую очередь обратился к корням, вытащил, значит, записи группы Наутилус Помпилиус, группы Чаев, там, Насти Полевой, Апрельского марша, и потом, вслед за этим, Агата Кристи, которая была таким первым прорывом из числа новых имен. В начале 90-х годов Агата Кристи был взрыв. В тот момент, когда мы поставили первую песню «Я на тебе как на войне», в этот же момент, во-первых, на меня вылился первый, я ощутил, что значит, когда тебя ненавидят все, вот, потому что на меня вылито было столько помоев в связи с этой группой, потому что какое-то вообще, при чем тут рок-н-ролл, что это такое, какая-то электроника, вообще непонятные попсовые тексты, неграмотные люди, фальшиво поют, это только часть всего. Но при этом моментально с ними случилось, вот прям в одночасье они стали королями. Но, тем не менее, у меня-то ты в памяти остался как человек, все время придумавший в 90-е годы что-то новое. Для меня, конечно, важно, когда человек что-то открывает. И немного у нас журналистов, продюсеров и даже музыкантов, которым вот слово «криэтор» можно в прямом смысле отнести, любимое слово, кстати, того же Васи Шумова. Он разделяет людей на креэторов и на всех остальных. Среди музыкантов и поп-музыки, людей, которые достойны этого слова, конечно, очень небольшой процент. Вот расскажи, как ты, например, открыла эта известная история, группу «Ночные снайперы», ныне всем уже, даже уже почти подзабытую, да, это название. Я точно не могу себе вписать в заслуги то, что я ее открыл. Я просто, когда, это уже история не максимума нашего радио. Но очень часто ты встречаешься, сталкиваешься с людьми очень талантливыми, безоговорочно. Ну, то есть, очевидно же, это бывает. Все равно один критерий только, это талантливо или неталантливо, независимо от музыкального жанра. Но у которых нет вот этого главного удара. А главный удар в отношении радио, это, конечно, должен быть хит. Неважно, опять-таки, мы оставили позади времена, когда существовало такое популярное радио, как «Album Oriented», когда можно было брать какие угодно треки со всех пинг-флойдов и джет-роталлов мира сего и спокойно просто создавать такую музыкальную палитру. Вот, это, к сожалению, жанр утерянный, увы. Но если ты хочешь все равно делать популярное, даже в той аудитории, которая, например, не представляет собой абсолютную, там, общую массу страны, но какую-то отдельно взятую, тебе надо апеллировать хитами. Тебе надо подарить группе шанс прошибить эту стену, поскольку мы живем в таком мире, в котором звуки обрушиваются на нас отовсюду. И твой голос должен каким-то образом быть услышан. И вот годами ко мне приезжала из Питера такая фотограф Света Лосева, которая привозила мне какие-то акустические записи малоизвестного питерского дуэта Светланы Сургановой и Дианы Арбениной и рассказывала про то, что в Питере просто все клубы забитые и они вообще пользуются невероятной популярностью. Потом, в конечном счете, когда я все время отказывал и отказывал и отказывал, скрипя сердце, потому что видно было, что это очень талантливо написано и поэтически, и музыкально. Вот, они собрали такие группы, и когда в какой-то момент Света постучала в мою дверь, держа в руках записанный CDR, рассказала, мы сделали электрический альбом. Я понял, что сейчас, сейчас, наконец, эта возможность есть. И я тут же абсолютно вот из всех песен, которые были на альбоме, выделил такой, на мой взгляд, бронебойный удар «31 весна». При этом потом прошли годы, и Диана призналась мне, что она, мы часто, мы очень дружим многие годы, она говорит, как текст этот был написан. Ну, я, говорит, люблю играть в такую штуку, набрасываем 10 слов, а потом каждый из них сочиняет стихи. А мы часто в такую игру с ней играли. Говорит, вот большой суровый город, магистрали и дома, гусары в окна, с железным яблоком там запоет. Это же, говорит, чушь собачья. Я просто написал это на салфетке, играя в эту игру. Но тогда оказалось, что это просто невероятное поэтическое откровение. Вот, и, собственно, с этой песни вот просто безоговорочно началась судьба этой группы, чем я очень горжусь. А вот сегодня, Миш, ты вспоминаешь 90-е музыкально? Вот у тебя, как у человека все время, связанного с музыкой, первая ассоциация от 90-х, это музыка или что-то другое? Мне кажется, что у меня, конечно, музыкальная память доминирует над всеми остальными. То есть папина работа? Да, ну да, да, это точно от папы, да. При этом мама конкурировала на смежной территории, на территории кино. Но вот, например, фрагменты из фильмов у нас никогда не вызывают в душе такого сильного эмоционального звона, какой вызывает, если ты вдруг, сидя в машине, вдруг слышишь песню, которая тебя возвращает не просто в какое-то время, а она возвращает тебе ощущения на уровне запахов, на уровне слов, которые были сказаны в этот момент, на уровне прикосновений, вот таких вот. То есть я, услышав какую-то песню, могу вспомнить, я не знаю, как девушка положила руку на мой рычаг на коробке-коробке передач. Вот в какой-то момент такие вещи есть. Или как там у меня в парке Энгельса на улице Малышева в Екатеринбурге «Осенью жгли листву». И у меня это связано с определенными песнями Высоцкого, например, потому что Высоцкого очень много слушали у нас дома. И вот как я слышу эту песню, я помню взгляд мой с балкона, и вот эти курящиеся такие струи дыма в парке, и запах, который от осенней листвы. Поэтому, конечно, музыка на меня производит самый сильный, сильнодействующий эффект. Вот я был удивлен твоим выбором номер два песни «Линда». Я был удивлен тем, что ты вспомнил такую певицу, которую сейчас уже мало слушают, «Линда». Она для тебя что-то значила? Что-то именно для тебя? Я долгие годы близко дружил с Максимом Фадеевым. И для меня «Линда» и как его абсолютно вот им сделанный, сконструированный, собранный, записанный, написанный проект была попыткой, с которой я столкнулся в нашей реальности, в реальности нашей страны впервые, сделать какой-то продукт, отвечающий там самым высочайшим западным стандартам. То есть Макс всегда делал музыку на таком студийном уровне, которому позавидовали бы очень там... То есть в какой-то момент я реально поверил вот в то, что то, что он делает с «Линдой», может найти какой-то отклик и резонанс на Западе. Настолько это было очень круто сделано. И, конечно, я думаю, что случайностей не бывает. Это сочетание ее какого-то отрешенного полукосмического странного персоналии и одержимости Максима делать хорошие мелодии, при этом сопровождая это мощной аранжировкой. Причем ведь сколько бы он после этого не делал самых разных проектов, будь то «Глюкоза» или группа «Серебро», да что угодно, группа «Тотал», как-то раз Земфира, по-моему, сказал очень точную вещь. Она сказала, что есть композиторы, у которых мелодия, мелодический склад, он встроен, вшит, как микрочип. Они никогда... их песни всегда можно распознать, в каком виде они бы не исполнялись. Она мне говорит, ну ты же Элтона Джона в любом случае определишь, когда его песня, да? Кто бы ее не пел, это все равно Элтон Джон. Но вот у Фадеева точно так же. У Фадеева точно такой же микрочип, который делает мелодику его всегда узнаваемой. И для меня первое соприкосновение с этой мелодикой было как раз с Линдой. И, кстати говоря, на первом нашествии, которое мы еще не ведая, что нам нужно сделать глобальный аудор-фестиваль, первое нашествие проходило в Горбушке. Это было два вечера. И во второй вечер хедлайнером этого вечера была новооткрытая звезда Земфира, на которую все ломились так, что там вешались люди просто по стенам в три яруса. А в первый вечер была Линда. И это было первое появление Линды в Москве вообще. То есть она уже существовала к этому времени чуть ли не десятилетие. И она первый раз должна была появиться. И они настроили там такого вообще. То есть по тем временам сейчас, конечно, господи, технология дошла до такого, что можно что угодно представить на концерте. А там она поднималась у нас в Горбушке, из оркестровой ложи в клетке, в контровом свете. То есть это была какая-то мистика вообще невероятная. В общем, она, конечно, у меня ассоциируется с 90-ми годами и с такой попыткой сделать круче всех. Миш, а как вот с результатом? Ты надеялся на то, что Фадеев с Линдой попадут в какие-то западные ротации всерьез? Ну, конечно, я надеялся, потому что вот во мне ощущение патриотизма не связано с таким постоянно насаждаемым сверху требованием гордиться страной. Для меня ощущение патриотизма возникает, когда я безуспешно надеюсь на то, что наша футбольная сборная, может быть, когда-нибудь все-таки что-нибудь победит и возьмет. И когда, например, там Леша Герман или Звягинцев получают какие-то призы. Вот точно так же я живу и надеюсь на то, что еще при... Вот я застану тот момент, когда русский артист появится в западных чартах. На моей памяти это случилось один-единственный раз с группой Тату. При этом справедливо это или нет, что угадал Шаповалов, что не угадал, можно долго на этот счет спорить. Но, конечно, в тот момент, когда была Линда, я очень надеялся и верил в то, что Макс сможет это сделать. И почему это не получилось, тоже очень спорный момент. Может быть, потому что сам продукт не был никак востребован. А может быть, потому что мы только карабкались, стучались в двери индустрии. А музыка, конечно, во всем мире уже больше, чем два десятка лет превратилась именно в индустрию. И каким бы талантливым ни был артист, ему нужно вступить на конвейер этой индустрии для того, чтобы хоть как-то быть услышанным, чтобы чего-то добиться, чтобы ему дали шанс. Так вот, у нас этого конвейера никак не было. Он появился чуть позже. Появились, например, лейблы, и в частности Universal, который изо всех сил пытался наших артистов там каким-то образом продвинуть. И в частности, например, мне гораздо больше импонировала история с Дельфином и Стеллой, которую они записали на двух языках песню. Но вот это опять-таки все зависит от одного человека. Был такой руководитель Universal Дэвид Джанк, который пытался это сделать, и который, в общем, был архитектором во многом успеха Тату. Нет его и нет никаких попыток. Все. Потому что вся эта пошлость, которая там колбасится на Евровидении, об этом же нельзя всерьез говорить. Вот. А Линда была одним из первых таких, одной из первых надежд. Ну, и становилась с годами все меньше и меньше. А давай теперь вернемся еще к одному твоему очень важному качеству, умению придумывать новые музыкальные фестивали, потому что именно Максидром и Нашествие определили во многом на десятилетия. Вот, собственно, формат, придется это слово применить. Формат на наших больших этапных и итоговых фестивалях года, где выступают все лучшие артисты, и где они себя не стесняются, так сказать, показывать на фоне западных звезд. Вот расскажи про первые. Первые шаги, да. Максидром был рожден в связи с тем, что я был влюблен в Кей-Рок, а у Кей-Рок был такой странный фестиваль, который назывался Кей-Рок Акустик Кристмас, когда они под Рождество приглашали акустические, то есть приглашали группы в акустическом варианте исполнять какие-то мощные знаковые песни. Я напомню, что Кей-Рок — это то самое радио. Лассанджельское радио, да, которое открыло гранжи, в которое я влюбился, когда я там оказался. И мне показалось очень органичным развить бренд. То есть если у нас есть какая-то влюбленная в радио максимум аудитория, то почему бы не подарить ей еще один день в году, когда она на одной сцене может увидеть галерею своих любимых групп. При этом, при кажущейся абсолютно очевидности этого приема, у наших главных конкурентов ничего подобного не было. Это уже потом станции с появлением стали рождать какие-то события, фишки какие-то самые разные. У одних появились там закрытые мероприятия, у других открытые, у одних ориентированные на шоу-бизнес, у других ориентированные на простых слушателей. А тогда это все было впервые. Но надо сказать, что, например, живая музыка, вообще исполняющаяся там на гитарах, она была в таком загоне, что в тот момент, в 95-м году, представить себе, что на сцену Олимпийского выйдут живые группы, и это будет аншлаг в зале, ну вот, если бы брокеры ставили, то мы бы срубили невероятную кучу денег в результате успеха, потому что все было против нас. Абсолютно все. Я же помню, это 95-й год, странные игры. Странные игры были на сцене, да. Да, я помню, как странно смотрелся Сологуб там вообще. И Апрельский марш там мы вытащили. То есть там было удивительное сочетание, но, конечно, там со временем стало понятно, что надо ориентироваться в первую очередь на хедлайнеров, на них придет народ. Но это была абсолютно триумфальная ночь просто. То есть мы до такой степени офигели от собственного успеха, когда нам сказали наши партнеры, что билеты проданы, мы в это сами не могли поверить вообще. Вот, и я помню, что такие смешные у меня где-то на диске ролики, которые мы делали тогда же музыканты, например, можно было попросить, я не знаю, там группу Crossroads или Сашу Скляра или Голланина, чтобы они, сидя где-то, спели бы там «Максидром», «Максидром» или там все приходили... Ну, то есть вот какие телеги. Это так смотрится сейчас смешно и наивно, но реально мы сконцентрировали очень много сил на этом и вышли прям королями просто все в белом. А я сейчас помню, что именно вот сконцентрированные усилия всех участников «Максидрома» и тогда и заменяли во многом растяжки... Баннеры. Да, и баннеры. То есть тогда реклама вот еще работала... Таким любительским, человеческим методом. Да, и дальше, после того, как я расстался с «Максимумом» и придумалась история нашего радио, мне всегда, каждый раз, когда я с чем-то расставался и начинал что-то новое, все вокруг всегда говорили, так вот и давай сейчас ударим по ним в лоб прям по тем, с кем мы расстались, и уберем их вообще. А я всегда повторял, что невозможно обгонять по прямой дороге, надо всегда искать другие пути, и тогда ты можешь достичь успеха, потому что я как-то был уверен в том, что вот бренды, которые создавались, они устойчивы, они надолго, вот. И так время и показало, что и «Максимум», и «Наши радио» до сих пор живут и, в общем, в ус не дует. Так вот, когда мы делали «Наши радио», понятно стало, что если есть главный закрытый рок-фестиваль, то надо делать главный открытый рок-фестиваль, это же очевидно, вот. И мы, соответственно, запульнули вот эту историю с «Нашествием». А кто придумал название «Нашествия»? Я все названия всегда сам придумывал, это честно. Это нескромно говорить, но так оно и есть. Если вернуться вот к твоей стратегии обгона по параллельной трассе, то можно сказать, что одна из групп, которую ты сегодня хотел вместе с нами послушать, это «Би-2». И как ты на нее вышел, как эта группа, к которой многие рокеры относились вначале скептически, вот вошла, можно сказать, в элиту нашей поп-музыки. Это просто какая-то такая азбучная, классическая история успеха людей, которых носило по миру, которые ради того, чтобы записать пластинку, там, мыли посуду в австралийских пабах, там, проходили через службу в израильской армии, то есть что только с ними не было. При этом это те же два парня, которые ночевали всю ночь под скамейкой в Бобруйске, когда туда приехала группа кино, чтобы попасть на их концерт, то есть любовь к музыке у них там прям зашита. И когда они приехали, это были какие-то прям нелепые, не вписывающиеся ни во что, какие-то два таких, с одной стороны, вроде западных, а с другой стороны, дико провинциальных человека, Шура и Лёва. То есть у них, конечно, у них была такая претензия, типа мы писались в той же студии, где в свое время был Майкл Хатчинс или там Ник Кейв, а с другой стороны, это все смотрелось как такая, ну, какая-то прям не вписывающаяся никуда странная потуга. Но при этом пластинка была прекрасная, вот эта первая пластинка, с которой они приехали, где была варвара, где было полковнику «Никто не пишет». И я в них поверил, и мы дали сначала одну песню, потом вторую песню и ничего, никакой реакции. Потом третью песню. Мне, причем, больше всего прикалывала песня «Никто не придет», которая была, в общем, абсолютно корнями из Цоя, с таким, как на черном альбоме, таким электронным уже таким вот битом и завораживающим таким вот вокалом, отстраненным тоже безэмоциональным, но такой невероятной красоты, по-моему, трек. Я думал, что он и выстрелит. Ничего подобного. А потом дальше настал момент, когда Сережа Сильянов пришел ко мне с идеей, опять-таки, поддержать фильм моего земляка. Леша Балабанова, а с семьей Балабановых, семья Козыревых, была знакома еще с Екатеринбурга, потому что моя мама даже была председателем союза кинематографистов и оценивала Лешины дебютные картины. Вот. И мы как-то так решили, ну давай мы все, что можем, сделаем. И вы все, что можете, сделаете для станции. И начали работать над саундтреком. Я привез эту пластинку в числе других, Леши Балабанову, на Ленфильм. И мы сидели с ним ночами. Значит, там не было ни одного звукового прибора, воспроизведения, поэтому я привез CD-плеер. И мы так, один наушник у него, и другой у меня. И мы ставили под какие-то смонтированные сцены на этом старом монтажном столе, где еще ногами нужно крутить пленкой, совмещая, значит, вот то, на чем я вырос у мамы. Вот, мы ставили эти песни. И он так, его так ушибло Би-2, что он реально, он на следующий день, послушав пластинку, сказал, у меня тут песен пять на этой пластинке, которую я хочу включить. Но, конечно, первая последовательность, которую он сделал, это была под полковнику, никто не пишет, большие города. Вот, я позвонил из Питера группе и сказал, мне кажется, что-то сейчас происходит. Вот, и, собственно, вот этот фильм, это был тот, тот, та первая стартовая ступень космического корабля, которая вывела их на орбиту. И я хочу поговорить с тобой еще об одном направлении, которое, мне кажется, ты разрабатывал, но не до конца у тебя получилось. Я имею в виду, что песни наших бывших братских республик, на языках этих братских республик, сегодня стали явью, но в основном это, конечно, Украина. Но, по-моему, ты был первый, кто старался в своем эфире, в радиоэфире, это дело лоббировать как следует. У меня очень, это вот мысль о том, что музыка на русскоязычной станции, на нашем радио, на которой, например, английского языка практически нет, что она может звучать на молдавском, на украинском, на белорусском, меня дико возбуждало. И поэтому в начале, на заре нашего радио, была целая, возникла прям плеяда звездная этих групп, и публика удивительно тепло их приняла. Понятно, что там были и патриархи уже к тому времени вопли Ведоплясова, но там возникли и Океан Эльзы, и Сдобши-Сдуб, и Ляпи Струбецкой, ну, поющие на русском языке, но там была и там группа Крама, например, там были танок на Майдане Конга, ну, то есть очень яркие такие артисты, поющие не на русском языке. И параллельно с этим еще, например, были эксперименты в области фольклора и современной аранжировки, там, типа Иван Купала. Вот. И мне в какой-то момент казалось, что на самом деле решение прорыва русской музыки на Запад, оно кроется где-то там, в соединении какого-то этнического момента, каких-то этнических мелодий и какого-нибудь там языка с вот современной аранжировкой. Вот это и выстрелит. Вот. Я оказался неправ. Вот. Потому что, ну, может, так просто обстоятельства не сложились. Я до сих пор думаю, что если в свое время, если в свое время там кто-нибудь из начальников Евровидения туда послал Иван Купалу, то мы выиграли бы значительно быстрее, чем в результате оказалось. Или Океан Эльзы. Или Океан Эльзы, да. Но трагедия с восприятием этой музыки произошла буквально в одночасье. И я до сих пор не могу ответить себе на вопрос почему, из-за чего. Но вот мы же регулярно тестировали музыку и смотрели, как к ней относится публика. Потом у нас были хит-парады всевозможные и так далее. И вот если первые два-три года все, что исполнялось на нерусском языке в эфире нашего радио воспринималось с раскрытыми объятиями очень позитивно, потом вдруг произошел какой-то моментальный в одночасье перелом, и все эти песни рухнули. И все, что мы не пытались ставить, все просто было, было прям никакого эффекта не имело. А у тебя есть свое объяснение? Я думаю, что это, к сожалению, объяснение геополитическое. Потому что это совпало с той странной метаморфозой, когда вдруг в пространстве я стал ощущать, что в этом странном поиске врагов, которые есть у любой власти, мы стали обнаруживать новых врагов, наших бывших соседей и братьев. И Грузия стала врагом вдруг, потом вдруг стала врагом Украина. То есть мы до сих пор, мы уже так настолько привыкли к этому снисходительно стебалову, который мы допускаем по отношению к оценке того, что там происходит. А главное, Миша, это жуткие телеэфиры, которые и формируют общественное мнение. Теперь и Белоруссия. То есть да, да. Мы настолько к этому привыкли, что представить себе, что мы жили в стране, в которой там твой лучший друг был с одной стороны в одном дворе, здесь жила грузинская семья, здесь украинская, здесь белорусская, и мыслей не возникало никаких вообще агрессивных по этому поводу, то если оттуда перенести человека в наше время, он восприняется происходящее как какой-то кошмар, какой-то ад. Да, я подумал о том, что ты, живя в Америке, ведь не мог, включив телевизор, увидеть какой-то сюжет, направленный против премьер-министра Канады из-за того, что там президент США не взлюбил за что-то, там, Трюдо, условно говоря. Да, или запрет на ввоз канадских вин в Америку. Или мексиканского кактуса. Да, да. Текивы. Это, конечно, сон разума рождает чудовище. Иллюстрация вот именно к этому. Так, нулевые, да? С чем... Так, сейчас я перестроюсь. Вот мне кажется, такому человеку, как ты, Миш, все время важно себя ассоциировать с временем, в котором ты живешь. А время последние 20 лет летело очень быстро. И очень многим музыкантам было нелегко в этом времени приспосабливаться, в хорошем смысле. Очень многие люди стали писать песни одинаковые. Не буду переходить на личности. Это и мои друзья. Но, тем не менее, все время находить новых артистов у нас, мне кажется, нелегко. Вот как тебе это дается уже в нулевые годы? В процессе, конечно, этого поиска ты либо попадаешь, либо не попадаешь. Либо ты... Либо группа оправдывает ожидания, либо не оправдывает. И истории... Я, к сожалению, все свои, например, неоправданные ожидания коллекционирую, они где-то внутри живут. И тяжело переживаю. То есть мне всегда лишний раз хочется взять всех слушателей, встряхнуть и сказать, «Да послушайте вы, это же офигенная группа, ну это же так здорово, так талантливо, ну что же вы не замечаете-то этого?» Но я уже годы-годы работы на нашем радио меня приучили к тому, что все самые мои любимые группы и песни, они моментально вылетают из хит-парадов и даже туда не попадают. И оказывается, внизу таблицы рейтингов, там, будь то «Текила Джаз» или там группа «Люмен» или «Энимал Джаз». Но это прекрасные группы, таланты которых вот эти вот рейтинги и хит-парады никоим образом не умаляют. Но тем не менее, конечно, со стороны музыканта вот такой длинный путь, вот когда у тебя нет ожидаемого успеха, это очень тяжелый и болезненный путь, который, к сожалению, ведет к, в общем, к самоуничтожению. То есть... Ну, зачастую, зачастую, к сожалению, люди меняют профессию. Вот это самое печальное. Да. А на самом деле те, кто не меняют, а терпят и работают, мы знаем много и на западном, на западных примерах, они потом все равно выстреливают, если им удается прожить долгую жизнь. И они не изменяют. Это несколько очень важных факторов. По-моему, тоже абсолютно неоправданно забытый коллектив, который вот был в полушаге, по-моему, от славы и так ее не достиг. Ну, а давай теперь все-таки вернемся к песням, которые имели успех у вас в эфирах. Вот трибют на бум. Что это такое? Ну, я должен сказать, что в процессе поиска, чтобы такого еще придумать, в какой-то момент родилась мысль о том, что существует какое-то очень большое творческое наследие у таких основополагающих коллективов, которое может быть просто пересмотрено или интерпретировано с современной точки зрения другими коллективами. Это первый раз у нас произошло, когда, собственно, Марьяна Цой и Панкер решили, у них сначала была идея, что один из альбомов только группа кино взять и перепеть молодым музыкантам, а потом, когда они связались со мной и с Аленой Михайловой, мы в сообща решили, что это лучше сделать как просто трибют великой группе. И так родились кинопробы. Когда Марьяна была жива, она лично заверяла каждый кавер, некоторые каверы ей нравились, некоторые не нравились, но в результате получился очень мощный проект, в котором участвовали самые разные коллективы, как заслуженные, так и абсолютно молодые. И я категорически не хотел это тиражировать, то есть я даже против был концерта в Питере и выпуска пластинки. Мне-то даже казалось, что может быть это чересчур это какое-то зарабатывание на памяти, но для массовой публики даже сам факт такого проекта тогда это было не принято вообще. На нас опять-таки полилось такое количество ненависти за то, что мы прикоснулись к святому и позволяем вообще себе прикасаться к Цою, что выдержать его было очень тяжело. То есть у меня были неоднократно в связи с такими вещами серьезные депрессии. Тем более некоторые из молодых групп позволили себе. Забавно то, что большинство современной молодежи уверено в том, что это оригинальная песня группы Сдоб-шиздук. Никто даже не подозревает, что эту песню придумал сочинницу. Тем не менее я должен безусловно тебя поблагодарить за то, что этот проект вернул группе кино настоящую популярность, потому что все-таки вот этот слом 90-х он, конечно, мог оставить даже супергруппы где-то за бортом интерес. Ты сам понимаешь насколько, когда меняется все. А тем не менее кино остались. и мы можем только представить себе, если в свое время, например, кому-то пришло в голову переосмыслить наследие многих людей, типа Башлачева, например, или группы странные игры той же самой, или, например, коллективов, ушедших безвременно, от которых не осталось следа. Тут многое зависит от, можно сказать, владельцев прав. Например, многие молодые музыканты хотели оригинально осмыслить песни группы «Звуки Му», но с Петром Николаевичем договориться невозможно. И есть и такие. Ну, сейчас, например, Калинов мост не может выпустить свой трибют Башлачеву тоже там всего каких-то проблем. Да ты что? Да, даже так. Давай, не будем о грустном, пойдем дальше. Опять-таки, возвращайся, что такое трибют на ОБУ? Это история, в которую, собственно, в общем, которую решил сделать сам Слава, при том, что история группы «Наутилус-Помпилиус» это тоже очень-очень шероховатая и бурная история. Ну, это история твоей подростковой юности, Да, но я имею в виду, что и она сопровождала меня, в общем, всю жизнь. Я знаю, какие бури и шторма внутри нее вплоть до разрыва отношений между Ильей Кормильцевым и Славой Бутусовым происходили. И тем не менее, вот когда, мне кажется, что в какой-то момент, когда Слава сделал группу «Юпитер» с Каспаряном и группа «Юпитер» заняла достойное место на небосклоне, он как-то успокоился в том плане, что у него в общем произошло второе рождение. Он всегда говорил одну очень важную мысль «Все завершенное сгорает», как в «Тетрисе». Заполненный слой уходит. Это очень для меня философски глубокая мысль. Я часто ее себе вспоминаю. Так вот, для него Наутилус Пампириус в какой-то момент был отрезанным напрочь ломтем. Все, он к нему не хочет возвращаться. А потом он как-то почувствовал себя комфортнее, а кроме того, еще и они перед смертью Ильи помирились. Что, в общем, никто не ожидал и слава Богу, что у каждого из них хватило душевных сил, милосердия отставить разногласия и, в общем, пожать друг другу руки. Вот. И, конечно, когда Слава предложил мне каким-то образом в этом творчески принять участие, для меня это была невероятная честь. Вот. Так мы придумали, я ему сделал несколько самых разных названий. Вот. А Слава человек немногословный. Вот. Он выбрал наобум, наобум. И, в общем, в результате из этого родились два очень красивых и, мне кажется, очень достойных концерта и в Питере, и в Москве, которые, к сожалению, опять-таки, на видео еще не увидели свет, потому что они где-то лежат в архивах, в анналах, не отмонтированные. Но туда были приглашены многие яркие группы и часть концерта была с симфоническим оркестром. И, опять-таки, на мой взгляд, это послужило тому, чтобы к прекрасным произведениям, которые люди уже начали забывать, было привлечено внимание нового поколения. Я боюсь, что нам уже осталось в основном обсудить твои личные эфиры. Ты меня сегодня поразил тем, что к тебе только за последние месяцы приходили такие замечательные гости, как Дюмир Акью. Кто еще? Ник Кейв, Эрейжа, Крис Айзек, Сил. То есть, это вообще последняя реальность. Можно позавидовать. Да, прям невероятная. Но я должен тебе сказать, что я в этом отношении человек счастливый, потому что мои герои меня очень редко разочаровывают. Когда я встречаюсь с людьми, с музыкантами, чье творчество я люблю, они в личном общении оказываются еще лучше, чем я мог ожидать. За редким-редким исключением. А Мэрилин Мэнсон был одним из твоих кумиров? Я прямо офигел от того, когда я первый раз его услышал. То есть, он меня прям перелопатил просто. То есть, это было исчадие ада, конечно, но при этом от него глаз нельзя было оторвать. Так это было странно, порочно. Это уже у тебя в студии? Нет, нет, я еще когда только увидел его на видеоклипах, и вообще какой-то демон. Это, нет, нет, это двухтысячные уже. Мэнсон это двухтысячные уже, да. И, конечно, на открытии Ультры, на радиостанции Ультра, мы думали о том, кого можно пригласить, и, в общем, выбора особого не было. Поэтому, это был невероятный трип какой-то психоделический. Он, у него задержали эти самые фуры с оборудованием на таможне, и в результате концерт должен был происходить 22 февраля, а из-за того, что задержали фуры, он перенес концерт на 23 февраля, на День Советской Армии. В каком году? Это 2000, сейчас, дай бог памяти, второй, по-моему, или 2001. Вот. И я был с ним здесь три дня, просто редко с ним расставаясь. И эти три дня слились у меня в какой-то такой калейдоскоп, какую-то такую адскую карусель. При этом меня поразило то, до какой степени он умный, внимательный, точный и очень профессиональный человек. Потому что он всем интересовался. Это же очень редко бывает, когда ты сталкиваешься с артистом, для которого это не очередная галочка в гастрольном графике, а он вдруг впитывает. Ты видишь, что ты ему интересен, жизнь ему вокруг интересна, люди ему интересны. От охранника до там подростка, который... Перебью тебя. Я сразу вспомнил рассказ Артема Троицкого про его общение с Миком Джагером в Москве. Вот тот же самый случай. Вот. То есть это опять-таки подчеркиваю, что ничего случайного не бывает. Так вот, самым ярким воспоминанием от этого трипа всего было то, как он репетировал на сцене Олимпийского с солдатами срочной службы, которых специально 23 февраля непросто найти солдат, мы их нашли, которые должны были по его команде на одной из песен файт, 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 выходить на сцену, вставать с дубинками и вовремя делать какие-то движения. Я видел в глазах этих несчастных, обритых наголо пареньков, которые были во всей обмундировании. Кто этот демон, который рядом с нами? А он, он редко, опять-таки, за звездой такого уровня. Ты видишь, как он реально на сцене выстраивает всех, объясняет каждому, с переводчиком подходит, говорит, как это нужно сделать. Вот смотри, вот на этот такт ты должен сделать так. Но для него это тоже был явный кайф, потому что с советской армией выступить на сцене в Олимпийском, это было очень круто. К сожалению, я должен прощаться со своим таким чудесно говорливым гостем, Миша. Это без иронии. Да, у тебя, ну, конечно, как приятно пригласить в гости человека, которого можно просто с удовольствием слушать и почти ничего самому не говорить. Ты же знаешь, как диджею приятно, как диджею. Да, это для меня, я испытываю такое же наслаждение. Миша, ну, и на дорожку, вот, есть очень благородные люди в нашей артистической среде, и когда я только услышал про проект «Маленький принц», и то, что ты сделал вместе с Чулпан Хаматовой и ее фондом, мне бы хотелось несколько слов об этом музыкальном проекте. Я придерживаюсь уверенности, как-то жизнь мне научилась, что любая благотворительность, она связана, должна быть, с каким-то конкретным человеком, которому ты доверяешь. И вот если ты ему конкретно доверяешь, то ты понимаешь, что твои деньги не пропадут, и ты, вот, твое движение души, оно еще и подчеркивается тем, что оно достигает какого-то, какого-то эффекта. Вот Чулпан для меня вот такой человек, которому я безоговорочно доверяю, и таких очень немного, особенно на фоне этих чудовищных скандалов с псевдоблаготворительными, псевдоблаготворительной ерундой и фуфлом, и профанацией вообще всего. Она остается таким, прям, чистым, чистейший прелесть и чистейший образец. И, я помню, как-то раз в каком-то из разговоров она жаловалась на то, через какие чудовищные компромиссы ей приходится проходить, если они делают один раз в год вечер, и этот вечер должен транслироваться на каком-то из каналов, и это, как правило, либо первый, либо второй, и через что она вынуждена проходить, даже вплоть до того, чтобы изменяя репертуар тех людей, которые в концерте, то есть там, я не знаю, артисты, которые там не должны быть просто по определению, ее вынуждают их туда включить, потому что программа должна иметь рейтинг. Вот, и я в какой-то из поворотов вдруг подумал, что может быть каким-то образом придумать какое-то концептуальное действие, концептуальное не в смысле того, что оно должно быть замороченным каким-то, а просто какой-то единый, то ли спектакль, то ли какой-то перформанс, который не вызовет вопросов у канала и достигнет эффекта. И решение было подсказано тем, что у меня случайно в одной из программ на радио были в гостях Артур Смоленинов, который тоже вместе с Чулпан активно делает этот фонд, а надо сказать, что фонд этот помогает детям с раковыми заболеваниями крови, о чем я знаю не понаслышке, поскольку моя специализация в медицинском институте была как раз болезни крови. Вот, и Диана Арбенина, которая была тоже в этот момент в эфире с группой «Ночные снайперы», а Артур привел с собой Соню Пятницу. При этом Соня Пятница, это ее реальная фамилия Пятница. Ей пять лет. У нее был рак крови в этот момент, когда она была в студии, она была в масочке. Вот, это совершенно невероятное, невероятного очарования и красоты ребенок. Вот, очень маленькая, потому что, когда у тебя опухоль, там, часто, часто ты прекращаешь расти. И она решила спеть какую-то песенку, и через минуту они уже с Дианой вместе пели. И мне пришла в голову мысль, что если сделать вечер, в которой артисты будут петь с детьми, либо вылеченными с помощью фонда, либо находящимися на лечении, то это может произвести очень сильный эмоциональный эффект, и, соответственно, люди дадут на лечение этих людей деньги. А потом уже родилась мысль у меня, что вот есть какая-то великая сказка, как «Маленький принц», у которой нет никакого музыкального воплощения, практически. И дальше это все нанизалось, как лык, каждый лык в строку. Из дуэтов получился такой вечер, мы просто год занимались сотворением, продюсированием этого фестиваля, он прошел один раз. В Москве, кстати, мы не сумели найти театр, который согласился бы это взять. Это был один раз в Михайловском театре в Санкт-Петербурге, и участвовали там все наши с тобой вообще знакомые артисты, достойнейшие. И эффект от него был замечательный, и вдобавок еще и Путин пришел туда смотреть на этот концерт. И это, конечно, придало всему еще такую окраску, то есть я при всем моем негативном отношении к нынешней власти, если она делает какие-то шаги в этом направлении, дай бог ей здоровья. Это было обозначено, что вот на это надо тратить деньги. Уважаемые инвесторы, уважаемые олигархи, мы поддерживаем такие вещи, что в нашей стране опять-таки тоже немаловажно. Миш, я хочу тебе пожелать очень скорейшего рождения твоих девочек. Потому что ты жил в Америке и поэтому не суеверен. Там сразу, как только родители ожидают ребенка, сразу все поздравляют. Это у нас много суеверий. И как раз на дорожку вот это самое дети. Спасибо, что ты был у нас в гостях. Спасибо большое, Саша. Спасибо, что пригласили.